В Красноярский край прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня с рабочим визитом он посетил Норильск. Там он посмотрел новый спортивный комплекс, где пообщался с детьми и их родителями. Также глава правительства оценил развитие города и реализацию проекта «Чистый воздух». Подробности в следующем сюжете. То, что касается сегодняшней поездки, хочу сказать, что меня Норильск удивит. А удивить Норильску действительно есть, чем, например, спортхолл «Айя», который сегодня посетил Михаил Мишустин, является современным центром. На его базе работает множество спортивных секций. Тут глава правительства осмотрел помещение и пообщался с юными воспитанниками. За кого болеете-то, ребята? За кого болеешь? За Мишустин! Кто сам лучший? Я! Красноярский край стал уже четвертым регионом, который посетил Михаил Мишустин во время своей поездки в Сибирь и на Дальний Восток. Сегодня вместе с руководителем края Михаилом Катюковым премьер-министр оценил ход реализации серного проекта «Нурникеля». На Надеждинском металлургическом заводе рассказали, что модернизация производств завершится уже в сентябре. Благодаря этому выбросы диоксида серы снизятся до 45%. Программа входит в федеральный проект «Чистый воздух» и является его крупнейшим мероприятием. Ее стоимость больше 300 миллиардов рублей. Диоксид серы – самая большая проблема была. Но вот я, говорят с коллегами, кто из Норильска, включая из античной наука, слышу, что деревья стали расти, что совсем было плохо раньше. И вопросы остались по медному заводу. Я очень надеюсь на то, что будет решение. Но мы, конечно, должны это мониторить. Это первый визит главы кабинета министров в наш край. Мишустину показали масштабную программу реновации Норильска, которая проходит согласно плану социально-экономического развития города. Он рассчитан до 2035 года и включает в себя обновление жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие социальной сферы и благоустройство общественных пространств города. При этом глава края заявил, необходимо постоянно поддерживать диалог с жителями территорий, чтобы понимать, какие проекты еще необходимо воплотить в ходе реновации. Мы проводим с первых дней всевозможные встречи с жителями, общение в социальных сетях, прямые эфиры и так далее. И количество обращений очень большое. Ключевые темы, которые звучат в этих обращениях, это вопрос экологии, это вопросы коммунального хозяйства в разных проспектах. Все эти действительно ветхие, тарифы высокие, качество услуг часто вызывает нарекания. Это то, что мы должны делать. Также в рамках визита состоялась встреча Михаила Мишустина и руководителя региона Михаила Катюкова. На ней обсудили вопросы социально-экономического развития края, мира социальной поддержки населения, а также реализацию масштабных инвестиционных и инфраструктурных проектов в регионе. В завершении встречи Мишустин пообещал поддержку региону в воплощении крупных проектов. Дмитрий Пименов, Григорий Горячих, 7 канал.